Умейте открыть перед ребенком в этом окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы этот кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Такое наставление дал всем нам выдающийся педагог Василий Сухомалинский. А недавно я побывал в одном волшебном месте, о котором мечтал, наверное, давным-давно. И это волшебное место – школа, Севастопольская школа искусств. И сегодня в гостях у нас ее директор. Итак, встречайте, Мария Владимировна Костевич. Костевич Мария Владимировна – директор Севастопольской детской школы искусств. Родилась в 1975 году в Севастополе. В 1997 году окончила Севастопольский национальный технический университет по специальности экономист. С 1997 по 2017 годы работала в крупных коммерческих компаниях в должности главного бухгалтера и финансового директора. В 2018 году была принята главным бухгалтером в Севастопольскую музыкальную школу номер 8. В 2021 году назначена директором. В октябре 2022 года назначена директором Севастопольской детской школы искусств. В 2020 году стала победителем конкурса управленческого резерва губернатора Севастополя «Команда Севастополя». Мария Владимировна, я очень рад видеть вас в нашей студии. Взаимно. Очень рада, что вы пригласили меня к себе в гости в студию. Когда наш президент Владимир Путин осматривал Севастопольскую школу искусства, ему там очень понравилось, видимо, потому что он не сдержался и сказал «Круто». Нравится? Великолепно. Круто. А вот вы, когда впервые оказались в этой школе, какие первые слова у вас возникли в голове? Первые были у меня, скорее, не слова, а моя реакция эмоциональная. Я заплакала. У меня потекли слезы из глаз. Заплакали? Да, заплакала, потому что такой красоты, которую подарили Севастополю. Подарили, я знала уже, что это будет учреждение дополнительного образования именно для детей. Ну, город не видел никогда. Вот стоит, наверное, начать с того, что это, наверное, первое учреждение, построенное специально для нужд дополнительного образования в сфере искусства. До этого все занимались в каких-то приспособленных зданиях, кому-то переданных и так далее. Это первое специально построенное. Но вы там впервые побывали, уже зная, что вы директор этой школы? Конечно. Этот же объект строился Министерством обороны, поэтому он был достаточно секретным. Доступ туда был, там, по особым пропускам, по особому какому-то доступу. Да, конечно, я знала, что меня, ну, назначат директором этой школы. А как вообще становятся директорами таких волшебных мест? Ну, сложно сказать. У каждого свой путь. Кто-то идет очень долго, постепенно, по карьерной лестнице. У меня получилось по-другому. Как? Как получилось? На руководящих должностях я работала очень давно, практически всю свою жизнь. Я была либо главным бухгалтером, либо финансовым директором учреждений каких-либо. То есть я прекрасно понимала всю финансово-хозяйственную деятельность, как движется учреждение, что нужно для того, чтобы оно было эффективным, рентабельным и так далее. А именно в сфере искусств получилось так, что я пришла в бюджетную сферу работать главным бухгалтером 8-й музыкальной школы. И случился конкурс, который назывался «Команда Севастополя». Это конкурс в губернаторский кадровый резерв нашего города. В 2021 году нас объявили победителями, меня и еще ряд моих коллег. Получилось, что мы стали победителями этого конкурса. И Михаил Владимирович, приехав к нам на очную встречу, сказал, что если вы думаете, что это просто так, то вы глубоко заблуждаетесь. Список с вашими фамилиями будет лежать у меня на столе в боевой готовности. И при возникновении какой-либо потребности в кадрах, именно в этой сфере, я буду обязательно назначать людей из вашего списка. Вот так все и получилось. То есть этот конкурс сыграл очень такую серьезную, значимую роль в моей судьбе. То есть губернаторский проект «Команды Севастополя» получается, работает? Абсолютно. И я живу из тому подтверждение. Благодаря своим навыкам, знаниям, где-то каким-то сообразительности быстрой. То есть нас же приглашали, кроме ряда заочных встреч, каких-то дистанционных конкурсов и мероприятий, нас пригласили на очную деловую игру. Но это аналог лидеров России, только в нашем регионе. Всероссийского конкурса лидера России. А какие задачи поставил вам губернатор? Задачи очень амбициозные. Дело в том, что школа изначально позиционировалась как школа по работе с одаренными детьми. Представляете себе, это дворец. И, в общем, каждый родитель считает своего ребенка одаренным. У меня есть ряд примеров, когда родители, приведя ребенка в 5 лет уже на встречу, на какие-то разговоры, утверждали, что это просто гений в области рисования, либо пения, либо вокала, либо в хореографическом искусстве. Каждый родитель считает своего ребенка самым-самым лучшим и самым одаренным. Поэтому нужно было, первая задача, корректно провести приемную кампанию, никого не обидев и заручившись помощью грамотных, квалифицированных экспертов. А как вообще проходила эта приемная кампания? То есть как происходил отбор? Его происходили ваши преподаватели? Нет, вот как раз я очень благодарна Михаилу Владимировичу, который предвидел эту ситуацию, вот с родителями, с тем, что город все-таки у нас небольшой, да, по меркам, ну, не столичный, да, по количеству населения и так далее. И были приглашены команды экспертов из лучших учебных заведений нашей страны. Это вот и Санкт-Петербургская школа лицея Гансона, это Московская центральная художественная школа, это Пермское хореографическое училище, это Московский художественный колледж, это музыкальное училище при Московской консерватории. То есть каждое направление взяло какое-то из учреждений, да, вот таких значительных, да, в нашей стране. Приехали директора с лучшими преподавателями этих заведений, учреждений. То есть можно сказать, что отбор детей в Севастопольскую школу искусств производили независимые эксперты, которые к Севастополю не имеют отношения. Абсолютно верно, именно так. То есть преподавателей школы в приемной комиссии не было. Да, и это дало возможность впоследствии и, в общем-то, общественности города оценить приемную кампанию как с высоким уровнем доверия, поскольку мнение экспертов действительно было авторитетным. Преподавательский уровень, он высокий. Как вообще преподаватели отбирали? Вы этим занимались? Да, вот этим занималась уже я. Безусловно, советуюсь с коллегами авторитетными нашего города, да, показывая кому-то их портфолио, работы. То есть я прежде всего, конечно, оценивала, как человек состоялся как профессионал. То есть мне нужны были хореографы, мне нужны были художники, мне нужны были вокалисты, сами по себе, да. И плюс к этому, безусловно, у них должен был быть педагогический опыт. Поэтому вот разговор на художественное направление начинался с предъявления портфолио. То есть не только преподавательский опыт, но и творческий опыт, да? Прежде всего творческий. Прежде всего этим школа искусств и отличается это образование в сфере искусства. Его могут правильно преподавать только люди, сами состоявшиеся в этой области. Ну вот я знаю, что у вас в школе искусств сегодня преподают действующие артисты театра имени Луна-Чарска. Да, и действующие артисты ТЮЗа. И, конечно же, этим очень гордимся. Но там преподаватели отбирала не Мария Владимировна, там отбирал Владимир Львович Машков. Было очень серьезное собеседование, были ВКС-совещания. Вот был его очный визит, где он встречался и беседовал с будущими преподавателями. Он сказал, что дети – слишком высокая ответственность. Давайте напомним нашим зрителям, по каким программам у вас происходит обучение. Это пять предпрофессиональных программ. Архитектура, дизайн, декоративно-прикладное творчество, хореографическое творчество и театр. И мы добавили, поскольку совсем без музыкального направления обойтись не могли, мы добавили еще общеразвивающие программы. Это академическое хоровое пение и эстрадный вокал. Есть также программы для совсем маленьких. Дополнительно общеразвивающая программа «Первые шаги в искусстве» – это дошкольники, возраст 5,5-7 лет, до 7 лет. И программа для подростков – это графический дизайн. Там 12-14 лет возраст приема на обучение. У вас есть в школе искусств бюджетные и коммерческие места. Причем бюджетных мест больше, чем коммерческих. Для вас это принципиально? Абсолютно принципиально. Вы понимаете, по-другому школа не реализует свою миссию по работе с одаренными детьми. Потому что, когда речь идет о платниках, безусловно, уже присутствует фактор того, что раз платят родители, то мы будем работать с тем ребенком, которого привели. А вот одаренных никак по-другому абсолютно не вычислить, кроме как конкурсным путем, кроме как жесткими экзаменами. И это речь идет о бюджете. Здесь уже состоятельность родителей абсолютно роли не играет. Мария Владимировна, есть такая точка зрения, которая заключается в следующем, что не нужно загружать детей с самого раннего возраста. То есть нужно предоставить им быть самим собой, чтобы у них было беззаботное детство. Мы даже севастопольцев спросили на эту тему. Именно так и сформулировали вопрос. Нужно ли загружать детей дополнительным образованием с раннего возраста? Очень интересно, что отвечает. Давайте узнаем, что отвечает. Очень интересно, да. Нужно ли детей с раннего школьного возраста нагружать дополнительным образованием? Я считаю, что не нужно. Это каждая семья принимает решения для себя лично. Самое главное – это любить детей. Это индивидуально, но в этом нет необходимости. Потому что в начальном возрасте, в младшем возрасте для ребенка главное – здоровье, эмоции положительные и просто детство. Я думаю, что детям это тяжело. Они начинают что-то, два-три раза походят и бросают. И, в общем, это непродуктивно и с точки зрения материальной. Родители тратят деньги, а в итоге ничего на выходе не получают. И с точки зрения для ребенка это ничего не дает. Когда он уже особенно начинает понимать, что ему нравится и чем он хочет заниматься, тогда имеет смысл? Вообще-то да, в какой-то степени. Может быть, не настолько сильно, но в минимальной степени да. Ну, с какого возраста и почему это важно? Ну, я думаю, что с пяти лет уже можно по дополнительному образованию что-то предлагать. Ну, по крайней мере, на своем опыте, по внучкам я считаю, что это все-таки интересно и актуально. Думаю, что нет. Почему? Ну, потому что слишком большая нагрузка детей. И тем более они маленькие, очень неусидчивые. И у них больше в игровой форме все должно происходить. Если вы имеете в виду очень ранний детский возраст, ну, в садике. А, школьный? Ну, тоже, наверное, классы до четвертого вряд ли. Ну, это каждый раз родители решают сами. Насколько ребенок здоров, конечно, тогда можно. А так, если только это из-за того, что престижно, то лучше не надо. Если ребенок в состоянии, желает, а чего бы нет? Можно, не сильно, конечно, но желательно. Детям нужно знать познания какие-то. Вообще-то надо. Лет так с 7, с 6, с 5 лет. Почему это важно? Ну, чтобы дети развивались, чтобы не занимались ерундой какой-то. А вы как считаете? Вы знаете, первое замечание. У вас в сюжете участвовали только люди, скажем так, уже категории бабушка и дедушка. Ну, есть у нас и молодые, и классные бабушки, но тем не менее. И уже отношение к детям на этом этапе меняется. Детей начинают жалеть. Ой, лучше посмотри мультфильмы. Ой, пойдем, какие я классные оладушки сделала там или блинчики. Да, молодые мамы сейчас настроены совершенно по-другому. И об этом говорит и большое количество кружков, секций и всего остального того, что есть в городе. Вот. Это, я считаю, что не есть хорошая тенденция. Нужно выбрать для ребенка все-таки что-то одно. Можно дать ему попробовать себя в одном виде искусства, в одном направлении какой-то творческой активности, возможно, в спорте, да, и так далее, но в чем-то одном. Потому что иначе ребенок действительно перегружен, он элементарно устает. Просто эмоционально, психологически он очень устает от больших нагрузок. И я всегда вот наших родителей с самых первых дней нашего общения, с самых первых родительских собраний настраиваю на то, что, дорогие мои, пожалуйста, общеобразовательная школа и Севастопольская детская школа искусств не нужно больше никуда ходить. Вот, если хотите, можно какую-то пассивную, легкую спортивную секцию, спортивную нагрузку. Ну, потому что я понимаю, что архитекторы, дизайнеры, да, это, в общем-то, достаточно статичная нагрузка. То есть они сидят за мольбертами, они сидят за столами, и, конечно, подвигаться немного будет только на пользу. Вот. А когда пытаются втиснуть еще ряд кружков, там, начиная от китайского языка, заканчивая бисероплетением или чем-нибудь еще таким, ну, конечно, этого делать не стоит. Дети просто устают. Ну, вот, кстати, да, один респондент сказал, что если это престижно, только если это престижно, то не нужно. Не нужно. А вот в вашу школу идут в том числе и за престижи? Ни в коем случае. Дело в том, что, может быть, родители и хотят подтверждения каких-то своих теорий или соображений по поводу именно своего ребенка. Вот. Но ведь отбирает все равно экспертная комиссия, и престиж не играет здесь никакой роли, ровным счетом никакой. То есть если ребенок замотивирован, у него глаза горят, он хочет заниматься, это дело для него по умолчанию, любимое, ну, например, рисовать или что-нибудь плести, или даже керамика лепить, да, это сразу видно, это видно с первых же занятий. И дети у нас действительно, вот я прямо боюсь сглазить, вот они просто бегут в школу. Они получают удовольствие от того, что они делают, а это уже залог успеха. А у вас уже есть гении? Конечно, есть. Есть дети, которые вот так или иначе, их фамилию я все время вижу, будь то это какой-то внутришкольный конкурс, либо это что-то уже на уровне вот города Севастополя. Вот, например, наша гордость, когда Михаил Владимирович выбрал работы наших детей. Губернатор. Губернатор, да, выбрал работы наших детей в качестве принтов на детские подарки для губернаторских елок. И каков же был восторг наших детей, когда они увидели свои работы, придя на эти елки, да, получив подарок, и видят, что вокруг них сотни детей получают подарки с вот этими принтами. Понимаете, вот она мотивация уже на всю жизнь. Я думаю, что именно эти дети дизайнерами точно станут. А вот вы можете определить, глядя на своих воспитанников, кто из них в будущем станет знаменитым, а кто нет? В таком возрасте еще очень рано об этом говорить. У нас, например, вот один из наших воспитанников, Митя Махонин, он уже очень известный ребенок в нашем городе, ведь он снялся в продолжении Гардемаринов у Дружининой, да, то есть это, ну, ребенок уже такой, по умолчанию, он закончил восьмую музыкальную школу с отличием по классу скрипки. Насколько я знаю, он занимался шахматами, фехтованием, еще какие-то там посещал секции, и все с большим успехом. Но, понимаете, очень сложно сейчас судить. Пока он ребенок, он выполняет, в общем-то, функционал и то, что возложили на него его родители. Что будет, когда будет подростковый возраст? Захочет ли он сам заниматься тем, чем занимается сейчас? Ну, может быть, Митя – это не очень удачный пример, потому что он все-таки действительно везде и всюду востребован. Это наша такая звездочка. А другие дети, самый сложный, опасный период для детей – это вот подростковый, это где-то с 12 лет, когда они сами пытаются определить, что они хотят. И вот тогда уже и есть показатель нашей работы, работы семьи, да, в воспитательных, да, каких-то целях. То есть вот тогда и определяется, что получится дальше. Ну, это иногда бывает очень опасно становиться известным, знаменитым в детском возрасте. Есть примеры, когда известные дети, в том числе вот киноактеры, были звездами в детском времени, а потом не состоялись как артисты. И будущее в жизни у некоторых было сломлено. Вот видите, вы сами ответили на свой вопрос. Абсолютно так и есть. Поэтому детская психика, она нестабильна, она очень подвержена влиянию, да, в среде, в которой растёт ребёнок, отношениям внутри семьи, которые могут поменяться, да, из доброжелательных в какие-то другие, да. Это очень сложные вопросы. Поэтому что получится из ребёнка, заранее на старте сказать крайне сложно. Но мы всё делаем для того, чтобы получилось. А есть вот разница работать, ну, вообще с детьми и работать с творческими детьми? Ну, конечно. Наши воспитанники, они открыты. Они открыты к общению. Мне очень нравится, вот когда выходишь в коридор школы, обязательно с каждым входящим взрослым наши дети будут здороваться, просто идя по коридору. Такой порядок, такое воспитание, да. Это дети, которые легко идут на диалог. Очень хорошо и классно. И вот меня благодарили практически все съёмочные группы, которые работали в школе, за то, что дети легко идут на контакт. С ними очень классно разговаривать, брать интервью. Они открыты. Когда я был в вашей школе, я для себя сделал вывод, что у вас очень хорошая аура, мелодика вашей школы замечательная. Спасибо за слово «мелодика». Я его обязательно возьму в свой лексикон. Мне оно очень понравилось. Да, это действительно так. Вы абсолютно точно уловили атмосферу. Здесь, конечно, прежде всего, заслуга дизайнеров, всё-таки дизайнеров интерьеров нашей школы, всё-таки это люди, профессионалы высочайшего уровня, и они как-то очень умело поймали, вот если вы заметили, цвет стен, да, очень необычный, сочетание там с светом мебели, мольберты стоящие, да, расставлен где-то на термортный фонд. Всё это, безусловно, атмосфера творчества. И вот сразу же рождается желание взять в руки кисть, да, открыть коробку с красками и начать творить. Причём самое интересное, да, что я вот такое же мнение и такое же желание заняться творчеством слышала от очень многих чиновников и, в общем, очень высокого уровня, которые посещали нашу школу, смотрели, да, как она построена, что, ну, это уже стало достопримечательностью города, поэтому любые приезжающие к нам, да, какие-то высокие гости обязательно посещают школу искусств. Вот, и по их мнению, точно так же, да, они бы хотели заниматься творчеством именно в этой обстановке. Но мне вспоминают уже всем известная старая формула «всё лучшее детям». Ведь с вашей школы произошло именно так. То есть трудились лучшие, можно сказать, дизайнеры, архитекторы, строители, быстро и качественно построили, сотрудничаете вы с крупными деятелями искусства. Например, с вами работает художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Львович Машков. Он вообще принимает участие каким-то образом в воспитании ваших воспитанников? Конечно, конечно. Сейчас у Владимира Львовича прямо совсем стало плохо со временем, из-за того, что он возглавил совсем недавно Союз театральных деятелей России. Он возглавляет общественный штаб нашего главного кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина. Поэтому он везде задействован, востребован и занят. Но, тем не менее, еженедельно весь объем отснятого видеоматериала по занятиям с детьми он получает, он отсматривает, он регулярно высылает какие-то рекомендации, замечания и так далее. Ну и вообще мы работаем в принципе в очень тесной связи и по его программам, по программам школы, студии, табакерки. Я знаю, что ваш дедушка был ректором Севастопольского филиала Одесского политехнического института, который стал потом Севастопольским приборостроительным институтом и сейчас Севастопольский государственный университет. Вот это вот директорство, оно у вас потомственное получается? Он ректор, вы директор школы искусств. Да, и самое интересное, что все же произошло в 1963 году, то есть ровно 60 лет назад, да, от открытия Севастопольской детской школы искусств. То есть Севастопольский... Ровно 60 лет. Ровно 60 лет. Это вот какая-то магия чисел, да, вот она коснулась и моей семьи. Но я не могу сказать, что это преемственность, потому что все-таки дедушка был кандидатом технических наук, и, в общем-то, за ним очень много изобретений в этой сфере. Он был кроме того, что ректором, еще и изобретателем. Я немножечко ушла в другую сферу. Но, тем не менее, наверное, какие-то общие черты передаются. Возможно, это инициативность, возможно, это неравнодушие к тому, что происходит. Да, у меня есть вот такая черта, я везде и всюду сую свой нос. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, тем не менее, это так. Я думаю, что какие-то общие черты, свойственные нашей семье, наверное, я унаследовала. В вашем кабинете находятся три фотографии. Фотография нашего президента Владимира Путина, фотография нашего православного патриарха Кирилла и фотография нашего митрополита отца Тихона. Почему именно их фотография? Ну, Владимир Владимирович, это просто для меня высочайшая сила, высочайшая власть. Это человек, перед которым я просто преклоняюсь, потому что та ответственность, которая на сегодня лежит на нем, это колоссально. То, как он это выдерживает, как он выходит из различных ситуаций, просто фантастически, правильно, это просто высший авторитет в принципе в моей жизни. патриарх Кирилл это представитель Бога на земле. Я православный человек, я хожу в храм по воскресеньям со всей семьей, регулярно причащаюсь, поэтому для меня это высшая божественная сила на земле. А владыка Тихон это идейный вдохновитель, это человек, который вложил в то, чтобы Севастопольская детская школа искусств состоялась, душу, время, средства, то есть это человек, который для проекта, вообще для всего кластера Херсонес Таврический, да, это все он вынес на своих плечах, это все он, это его детище, поэтому, и плюс его великолепные произведения, например, книга «Не святые святые», наверное, вы тоже ее читали, да, я воцерковлялась на этой книге, я знаю ее практически наизусть. Вот так. Владыка приезжает к вам в гости, вы общаетесь? Конечно, регулярно, и вы знаете, так было приятно, конечно, первые разы, когда он начал видеть детей уже в школе, то есть одно дело ходить по пустым красивым интерьерам, совсем другое дело, когда он зашел в наш буфет и увидев, как там жуют наши прекрасные дети, он разулыбался, это была настолько добрая улыбка, знаете, вот такого полного удовлетворения от того, что он сделал, вот просто это читалось на его лице вот полное счастье и удовлетворение, видимо, как бы он долго ждал этого момента, когда все-таки дети уже начнут свой вот как бы свой путь в этой школе. Мария Владимировна, сейчас идет президентская кампания, очень важная кампания для нашего государства, потому что, ну, она формирует будущее, в том числе нашей страны, будущего мира. Вы будете голосовать? Безусловно, безусловно. Сейчас я просто должна, наверное, сказать, что я являюсь членом, вернее, не членом еще, а кандидатом в члены партии «Единая Россия». Это для меня очень важно. Я регулярно посещаю общественный штаб поддержки нашего кандидата в президенты, поэтому, конечно, для меня это очень важная история. И для меня, и для всех моих работников, для всех сотрудников Севастопольской детской школы искусств. По-другому как. То есть вы поддерживаете Путина? Безусловно. А вот если бы у вас появилась такая возможность задать ему вопрос, то о чем бы вы его спросили? Я бы не спросила его, а поблагодарила за все, что он делает для моего родного города, потому что я коренная Севастополька. Да, Севастополька, правильно говорить? Вот. Я бы поблагодарила его за школу, я бы поблагодарила его за счастливые лица детей, я бы поблагодарила за то, что наш город становится, город федерального значения, становится и по уровню жизни абсолютно федеральным. Вот и все. Спасибо большое Владимиру Владимировичу Путину. Вы сегодня говорили честно? Абсолютно. Я благодарю вас за ответ, и я хочу всем нам пожелать мира, как вы сказали, счастливых лиц детей, и прекрасного будущего у нашей страны. Да, это для нас сейчас самое главное. И еще знаете, что очень важно? Скорейшей победы нашим дорогим воинам. Пусть будет именно так. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...